Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет и комментирует для вас Слуцкий Александр. Мы начинаем проходить режим История FIFA 19. Алекс Хантер возвращается, не один, вместе с сестрой и с другом. Да, у нас будет три персонажа в этом сезоне. Для тех, кто не в курсе вообще, что здесь происходит, кто такой Алекс Хантер, и недавно может быть на канале и вообще погружен в эту фишку с FIFA и с PES и так далее. Посмотрите, и внизу все в описании оставлю. Первый сезон, Алекс Хантер, FIFA 17 был. Второй сезон, FIFA 18, Алекс Хантер. Посмотрите, ребят, и будете в курсе, что вообще происходило. Но я думаю, в начале нам сейчас, конечно же, объяснят и напомнят, что было до. В предыдущих сериях, как говорится. Поехали. Поехали, ребят. И я надеюсь на вашу поддержку, как обычно, на ваши лайки, на ваши комментарии. И, само собой, будем очень-очень быстро проходить эту карьеру, эту историю. Сохраненные данные включить. Да, Ливерпуль, Гэлакси, ПСЖ, это наш Алекс Хантер. Все так и было. А диалог? А, что? Что? Неужели озвучка будет? Не, вряд ли. Я думаю, это все-таки просто именно язык субтитров. Я надеюсь на это. По крайней мере. Не хотелось бы дурацкой русской озвучки. Ну, иногда она бывает дурацкой, иногда нормальной. Ну, короче, посмотрим сейчас. Начало истории. Ранее в истории. Слушайте, реально озвучка. Если хочешь стать профессионалом, сделай футбол своей жизнью. Вот и он! Все 18, а достиг того, что многим игрокам и не снилось. Я готов! Давайте! Я просто играю в футбол. Это все, что я умею. Удачи в новом сезоне. Спасибо. Сегодня утром появились фотографии Алекса Хантера в футболке Реала. Все было совсем не так. Нас кинули. Майкл! Ты рискнул моей карьерой, чтобы сорвать большой куш. Все было совсем не так. А как тогда? Алекс, это хороший вариант. Ты можешь зажечь МЛС. Это шанс начать все сначала, сынок. Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Здесь совершенно другой мир. Я видел тебя, мастер-минитору. Да, это всего один раз было. Эх, знаменитости. Рад видеть. Спасибо за приглашение. Махнемся футболками после игры? Посмотрим, что можно сделать. Ты показал безумную игру, старик. Продолжай в том же духе. И не давай огнем Голливуда тебя слепить. Пап, хочешь сказать, это моя сестра? Алекс. Не знал, что ты играешь. Ага, это в крови. Мне приходится бороться за каждый шаг, чтобы играть в игру, которую я люблю. Так, так, так. Посмотрите, кто вернулся к нам из Ла-Ла-Лэнда. На меня все рассчитывают. Ждут, что я стану новым Алексом Хантером. Хватит все время стараться всех рассмешить. Пора начинать зарабатывать уважение. Похоже, серьезные европейские клубы проявляют к тебе интерес. Атлетика? ПСЖ? Бавария? Алекс, это Беатрид Виланова. Я хотела бы обсудить ваше будущее как человека, игрока и кумира. На этом, собственно, и завершилась история FIFA 18. В общем, мы должны перейти в Реал. Нас позвали в Реал. Ребят, пишите в комментариях, оставлять русскую озвучку или включить английскую. Я все-таки работаю на русскую аудиторию, поэтому я все же, наверное, оставлю русскую. Но если очень много будет желающих вернуть английскую, как в прошлых сезонах, посмотрим, короче. Но пока я за русскую, хотя она довольно забавная и непривычно звучит. Я этого не ожидал вообще, если честно. Ну ладно, мы, кажется, играем за Джима Хантера, ребят. Ретро-матч за деда Алекса Хантера. Такой эффект наложили здесь, чтобы сразу поняли, что это ретро-матч. Блин, мячик, вы посмотрите, грязюка. Не, ну такого еще не было. Это мне интересно. Сотый гол никак не приходит, да, Джимми Бар? Придет, как и все предыдущие. Но не рассчитывай, что это случится сейчас. Так, ну что, мы играем действительно за Джима Хантера. И удар через себя в перекладину. А, мне надо забить, да? Кажется, да. Окей. Игра я, ребят, напоминаю, на легенде. Поэтому и играю я первый день FIFA, можно сказать, если не считать демпу, да? Вот он гол через себя. Но это как бы мы должны были забить, типа, как он рассказывал, помните, в предыдущих сезонах. Очень красиво через себя. Так вот, сразу предупреждаю, ребят, играю я на легенде. Играю я только вот первые матчи FIFA. И историю я буду проходить сразу же. Вот именно с чистого листа, скажем так. Буду привыкать по ходу дела к FIFA 19. И ваша критика, конечно, принимается, но не переборщите, как обычно, не переборщите. Ну, в общем, Джим Хантера нас забил через себя. Красота. Хотя он вроде рассказывал, что не через себя забил. Окей, играем дальше. Как себе мяч здесь непослушно ведет на этом качковатом поле, на этом грязном газоне. Это даже газоном-то назвать сложно, если честно. Льюис. Так, Хантер успел сделать передачу, а дальше уже все. Дальше уже потери. Посмотрите на болельщиков, ребят. Это заметно, что, да? Публика. И как она одета. И как она выглядит вообще. Что это далекие-далекие годы футбольные. Но то, что пальцы сквозь волосы проходят, тоже нормально. Нам, кстати, чуть не забили. Как вы понимаете. Так, это новый вынос. И давай я на Хантера сразу вынесу. Пока я играю за всех, но пока нам не давали настроить. Собственно. Игру, и чтобы я выбрал играть за одного. В этом случае Джима Хантера. Вот он пас. Отличный. Можно забивать здесь. Льюис. И, по-моему, Джим Хантер отдал голевую передачу, да? По-моему, так и случилось. Блин, все грязные. Просто в болоте каком-то играют. Но такой раньше был футбол. И посмотрите на форму. Обратите внимание, да? Она тоже выглядит совершенно иначе, если сравнивать с современной. Во-первых, конечно же, минимализм. То есть, один цвет и все. Но это понятно. А еще вот, заметьте, насколько шорты вот прямо по своей форме отличаются от нынешних. Да и футболки у всех с длинным рукавом. Смотрите-ка, да? Это можно даже не футболкой назвать. Как же проваливается Ливерпуль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подача. Так, спокойно здесь справились. Очень все устали у нашей команды. Я не знаю, как там у Ковентри, но у нас реально все очень-очень устали. Я не могу понять, почему у меня этот помощник включен. По идее, он не должен быть включен. Давайте я в настройках это выключу. Так, это, по-моему, параметры игры. Нет. Это, по-моему, настройки управления. Да, вот. Все, просто раньше правый стик нажимали, и как бы он выключался, этот помощник. Сейчас вроде как он не выключается, потому что на правый стик другие действия. Я заметил, что, похоже, дед Уокера, помните? Противостояние с этим бывшим друганом Алекса Хантера. Похоже, его дед тоже здесь на поле и в составе Ковентри. Я думаю, почему его еще показывают, на кого он похож перед матчем. А это, оказывается, Уолкер. Окей. Тейха, Браун. Все хорошо. Интересно, тут реальный состав Ливерпуля или нет тех лет? Мне кажется, нет. Хантер. И можно переводить. Ну, забивать. В пустые ворота. Мне кажется, я зря сдал босс вратарь. Что сделал вратарь сейчас? Вы это видели? Как он вытянул с ближнего угла? Вообще, я, конечно, зря отдавал передачу. Можно было забивать спокойно. Но я хотел вот проверить, насколько здесь вратарей в этой FIFA могут тащить. Или в этом режиме, или именно в этом матче ретро. Робертс. Отличный перехват. Можно еще одну передачку. Вот эта комбинация. Демонстрируем современный футбол. Ух, Томас. Томас тащит у Ковентри. Демонстрируем современный футбол в те годы. Это, конечно, забавно. Так, главой. Уилсон. Подача. Где там Хантер у нас? Может быть, еще раз через себя забьет. А еще я понял, что у меня радара нет. Из-за этого, когда мяч у проторя, допустим, я ничего не вижу. Куда там выбивать Хантер? А, нет. Не прошла передача на Джима Хантера. Снова Джим. Нарушение правила. Кто у них исполняет в Ливерпуля? Ну, конечно. А, нет. Так, давай я выберу именно Хантера. Левая нога. Итак, первый штрафной в этой ФИФА. Смотрим. Не очень. Учиться, учиться. Еще раз учиться. Ну что, закончилось основное время. Непонятно, сколько добавили. Мы продолжаем атаковать. Играем на контратаках. И здесь что? Прострел. Не прошел. Нужно было навешивать, наверное, на Джима Хантера как раз. Он довольно высокий. Мог побороться наверху. А это контратака Ковентри, между прочим. Я еще раз повторюсь. Мы не знаем, сколько добавлено арбитрам. Но пока справляемся в защите. Да, все. Финальный свисток. Ливерпуль выигрывает 2-1. Джим Хантер забил. И, по-моему, отдал голевую передачу. Я, если честно, не успел уследить. Но, по крайней мере, он лучший игрок матча, судя по всему. Ему отдают мяч. Ну что, ретро-матч в начале истории Хантера FIFA 19. Неплохо, неплохо. Мне зашло. Не знаю, к чему это нам показали. Возможно, неспроста. Возможно, с дедом что-то связанное сюжетом, естественно, будет. Да невозможно, а точно. Ну, что интересный матч это был. И немного футболной истории тоже. Кто забудет Джим Хантера великолепный 100-й карьерный гол? Неужели в каменном веке по телеку тоже футбол показывали? И тогда все было по-настоящему черно-белым. О, да у тебя на все есть ответ. Крутой у тебя, брательник. Конечно, тогда все это шумихи не было, понимаешь? Слушай, играли за 150 в неделю, когда побеждали. Да ладно, правда? Для нас важна была только сама игра. Эй, ты глянь. Вот красота, а. Не просто прицельно пробить таким ударом. Да. Может, нам уже пора? А то пробки. Давай я с багажом помогу. Нет, 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 Джим, все нормально. Оставайтесь здесь, а я возьму сумки. Хочешь забрать? Нет, он твой. Возьми на время. На удачу. Но верни, когда закончишь. Ладно. Так, пора на самолет. Батлер мне шею свернет, если я опоздаю. Странно, что он вообще меня отпустил. Старик, это вообще чудо. Ну да, Шиза, точно. Последний раз я была в аэропорту, когда летали в Японию. Да ты чё? Да ты чё? Я из Англии. Это английский. Это у тебя акцент. Ну, забавно, акцент обыграли, конечно. Ну ладно. Я все еще, мне, конечно, очень непривычно. То, что русская озвучка. Ну, реально, очень непривычно, ребят. Очень непривычно. Редактор субтитров А.Семкин. История чемпионы. Вот, я думаю, вряд ли YouTube пропустит эту музыку. И, возможно, на монтаже мне придется что-то с ней делать. Ну что, переходим сразу к Ким Хантер. Ну что ж, покажем себя на тренировочках. Блин, если честно, женский футбол. Волнуешься, да? Да, 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 характер. Я, судя по всему, ребят, реально, тут очень обширная часть сюжета будет уделена именно Ким Хантер. Ну окей, я, конечно, не против. Но все-таки хочется больше за Алекса Хантера играть. Ну, на крайняк его друга. Это лично мне. Не знаю, как вам, конечно. Ну, допустим. Ладно, Ким так Ким. В каждом диалоге вам будут предложены три варианта ответов. Характер каждого героя влияет на его отношения с другими персонажами и на его поведение на поле. Даже так. Дерзкая, зануда, уравновешенная. Так, ну чё, она нормальная вроде бы. Бабочки в животе. Правда бесит. Пора за работу. Что ж, пора за работу. Наслаждайся процессом. Остальное приложится. Ну что, разомнемся? Да, давай. В матче с Германией ты отлично сыграла. Да, мы проиграли. Но ты вышла, и игра поменялась. Ой, смотрите, сейвы и влияют. И я тут младше всех. Ты меня старухой вызвала? Нет. Готова, Хантер? Рвусь в бой, тренер. Хорошо, докажи. Да, мы встаем по конусам. Работаем передачей. Короче, с Алекс Морган перепасовались. Перекинулись парочкой. Раз, мы в сборной США. Если кто еще не понял. И, видимо, готовимся к крупному турниру. В женскому чемпионату мира, может быть. В зависимости от ваших успехов в игре, на тренировках характеристики героя будут улучшаться. На тренировках вы также можете развивать отдельные характеристики. С увеличением общего рейтинга героя вы будете получать очки навыков. С их помощью можно открыть уникальные таланты игрока. Начните с основных тренировочных упражнений. Постарайтесь получить оценку B или выше. Сегодня самый обычный тренировочный день. Работаем усердно и сосредоточенно. Да как скажешь, госпожа, тренер. Дайте мне только посмотреть, что там за трени будут. По снизам основы, удары основы, подкат основы. А на какой позиции у нас с Ким играет? Я вот что-то, если честно, не помню. По-моему, крайняя нападающая, да? Или нет. Ну ладно, давай. По снизам основы, я думаю, я выполню. Я надеюсь. Попробуем. Отдайте передачу отмеченному игроку, короче. Ну давай. Но это не так интересно. Это очень просто, действительно. Ну, короче, мы справились, естественно. Давайте нам что-нибудь поинтереснее. Кстати, на фотографии вот здесь Ким Хантер, но актриса вот эта вот выглядит намного симпатичнее, чем в игре. Я думаю, вы со мной согласитесь. Забейте как можно больше голов. Так, ну это тоже должно легко выполнять, по идее. Хотя здесь FIFA 19 удары, это отдельный... Вот, да. Это отдельная история. Так что здесь нужно еще приспособиться. А удары у Ким Хантера это еще как бы отдельная история. Слушайте, меня бесит этот тренер у меня, который включен. Надо его выключить навсегда. Вообще. Ну, короче, на Б выполнил нормально. То есть, можно и на, конечно, постараться, но сейчас почему-то не хочется. Совершайте отборы с помощью подкатов. Вот это вот уже будет посложнее, мне кажется. Давайте попробуем. Хотя это было. Собственно, это было. Такая тренировка была. Так. О, великолепный подкат, да? Смотрите, как она медленно идет. То есть, она дает шансы мне еще раз подкатиться. То есть, тренировки пока очень легкие. Это нарушение. Но надо именно подкатываться в мяч. В ноги нельзя. За это дают минус очки. Сделали нам. А, ранг. Защитку немножко прокачали. Все-таки она фэрвая у нас. Ким Хантер. Вот я только сейчас заметил. Ну и славно. Немножко прокачались. Как раз по ударам. Владение дриблинг там подрос. На этом все. Теперь отдыхайте. Продолжение следует... Ну, знаешь, как это... Кто не рискует, тот не пьет шампанское и все такое. Ясно. А ты тут что делаешь? У меня свои встречи были. Насчет главного клиента. Ха. В смысле единственного. Ну, лучшего оставил напоследок, верно? Ладно, что там у тебя? Мне нужно бежать на тренировку, иначе Батлер меня убьет. Прошлый сезон был непростым. Но как ты в нем сыграл? Финал Кубка Лиги. Мы почти смогли. Да, я помню. Этот чертов... Газ постоянно мне напоминает. Радости соцсетей. В общем... Насчет тебя клуб еще не решил. Опять, короче говоря, был сейв. Ребят, я напомню, что я на плойке проходил... Тогда на запись, потому что была проблема с ПК. Я за кадром доиграл и на ПК, и там я финал не выиграл за Дэнни Уильямса. Поэтому он у меня и... Сейчас сказал так. Значит, пора мне засочить рукава и начать выдавать две нормы на тренировках. Ну вот, ты заговорил как профи. Давай начнем с предсезонки, ладно? Иди и покажи им, что ты незаменим. И запомни. Ты мой главный клиент. Дэнни. Да, а что? Тренировка. Оу! Баттер мне паску открутит! Пора менять работу. Ну, с Майклом мы продолжаем работать, да? Я так понимаю. Ну вот, мы и переключились за Дэнни Уильямсом. Окей. Сейчас, видимо, за всех немножко сыграем. Это такое вступление у нас. Ну, в общем, да. За Дэнни Уильямса. Кто сегодня готов поработать? Я допрошу. Давайте! За дело! Газ здесь. Но, к сожалению, в финале мы по пенальти проиграли. А на запись, по-моему, на канале я выиграл финал Кубка Лиги. Я не помню, честно говоря, уже. Но вроде выиграли. Просто я объясняю тем, кто, может быть, сейчас несостыковочку увидит. Да, ребят, я проиграл здесь на ПК. Поэтому он сказал, что Газ, это Гаррет Уокер, напоминает в соцсетях постоянно о том поражении. Вот, все. Так, ну, что у нас? Игра до пяти. Это что такое? Что-то новенькое. Выигрывает первая команда, забившая пять голов. А, с маленькими воротами, да? Окей. Погнали. Забавно, конечно, только вчера, вот, даже ночью, можно сказать, смотрел матч с ПСЖ Ливерпуля. И вот сейчас прямо окунаюсь в тренировочный процесс Юргена Клопа. Вот мы и пропустили, кстати. Ну, там Роберто Фермино, Салах и Мане. А, нет, Салах с нами. Салах и Мане с нами, точно. Там Фермино... О, боже мой, что за... Блин, какие тут странные передачи все-таки в этой FIFA. Я к ним никак не привыкну. Уильямс, один-один. Один-два мы пропустили. Собственно, нет, все-таки с нами Салах и Набики там. А у них Мане, Фермино и кто третий я не успел. Лана, по-моему, да? Так, Уильямс. Так, Дэнни, давай-ка мы сейчас вот здесь Салаху выкатим. Блин, только Салах ударит защитника. Слушайте, как непривычно играть в эту FIFA пока. Это ужас просто. О, Набики и Та хорош. Так, ну-ка, забегания тут работают? Ну, вроде да. Салах, Набики и Та. Блин, только вот забить в эти маленькие ворота, это на самом деле очень сложно. 4-1, ребят. Я со второй попытки, в принципе, сейчас близок к тому, чтобы выиграть на этой тренировке. Не хотелось проигрывать. Так что я переиграл. Давай, Салах. Эх, Уильямс. Еще раз можно попробовать. Так легче, кстати. Вот, да. Забивать здесь на этой тренировке. Я немножечко воспользовался тупостью наших соперников. Ладно, 5-1, короче. Мы выиграли. Наша команда затащила. Но мы с Салахом нашли взаимодействие. Что тут скажешь? И с Набики и Та. Окей, прокачка так себе, конечно. Тренировка самая такая, ну, бронзовая, самая легкая, считается. Отличная тренировка. Очень рад видеть такую работу. Наш юный друг Дэнни Уильямс особенно впечатлил. Так, держай. Легкие деньги. Бумаги мы сделаем. Прискнем тебе в банк. Да, приятель, прямо в банке, я же говорил. Твои доходы удвоятся за месяц. Максимум за два. Как дела? Ну, по рукам. Круто! Круто, да. Я сегодня подскочу к тебе с бумагами. Да, ага, точно. Пока. Пока-пока-пока-пока. Ты, друг мой, стал новым лицом сети Fish and Chips Макмилана. Ааа, может, теперь есть Fish and Chips, пока не лопнешь? 28 точек по всей Англии. Зови меня теперь Властелин Сделан. Ха-ха, ты о Макмилане? Fish and Chips Макмилана? Милли. Ааа. Ну, там, там, где мы раньше каждый день жрали. Да? Милли. Да, именно. Это же круто! Да, и еще ты можешь выбрать либо радиорекламу, либо фотосессию для рекламы от печати. Ну, ты понял меня. Что выберешь? Ключевые решения. В ходе истории героям придется принимать важные решения. От ваших решений будет зависеть судьба некоторых персонажей. Ключевые решения необратимы, так что взвешивайте все за и против. Так, пресса или радио? Дэнни запишет радиоролик, который наверняка услышат его товарищи по команде. Дэнни примет участие в фотосессии для рекламы Fish and Chips Макмилана. Давай радио. Чувак, я же мастер слова! Конечно же радио! Ха-ха, клево! Эй! Адидас следующий. Зуб дай. Делай себе репутацию. Пара трофеев, пару раз игрок матча, и тот самый Уильямс станет известным брендом. Может, это Адидас? Ага, может, открой. Ты не мой, в путь зовет, зовет Волынка. О, гляньте, это же ловкий Роджер, непревзойденный бизнес-менеджер. Я Ринго, чувак. А, да, конечно, извини. Да никто никогда не звал тебя Ринго. Нельзя просто придумать себе кличку. Это так не работает. Чего? Меня в школе все парни так называли. Когда? Когда я на барабанах играл. Алло! Ты чего? Ты один раз играл на треугольнике в школьном оркестре, и то коряло. Нет, вообще-то два раза. Так как дела-то? О, вообще-то отлично, Майкл. Наш Роджер нашел нам спонсорский контракт. Фишн-чипс Макмиллана. Мы там ели постоянно в свое время, верно, Роджер? Да, ага, Ринго. Да, кстати, о сделках. У меня будет встреча по продлению твоего контракта в день последней предсезонной игры. Вот, отличишься на Дальнем Востоке, и все у нас будет зашибись. Волноваться не о чем, да? От этого зависит твое будущее. Чую, я в Китай поедем играть, да? Похоже, да. Недаром же китайская лига в FIFA появилась. Ну, я имею в виду какой-нибудь вот такой рекламный матч или предсезонные там турниры. Ну, вы понимаете, коммерческие. Похоже на то. Фишн-чипс, значит, да? Сотрудничает теперь с Дэнни. О, а теперь PSG и Алекс Хантер, и Томас Мюллер, и Мбаппе, и все здесь. Без Дино здесь будет уже не так. Дино ушел, судя по всему. Так, рейтинг тренера. На экране расстановки команды показано положение всех игроков в команде. А, да, увеличивайте тренерский рейтинг, успешно проводя матчи и тренировки. Чем выше тренерский рейтинг. Это все было. Это все было. В общем, мы сейчас в стартовом составе пока по рейтингу. Я вижу Джиджи Буфона еще здесь, ребят, позади. Вижу, вижу, вижу. Так, ну что. Томас Мюллер у нас, кстати, в резерве, но это и понятно. А где Наймар? А, Наймар тоже в основе. Нормально. Кавани, Мбаппе, Верати, кто там еще? Тиаго Сильва, Арабьо. Все у нас тут в основе. Ди Мария там вроде... Ё-моё, а что мы... Нет, Ди Мария слева стоит. А что мы вообще за схемой играем? У меня вопрос. Тренировка 11 на 11, между прочим. Вот так. Двустороночку, ребят, катаем. Ну что, надеюсь, Алекс Хантер у нас отличится. Блин, ну почему я не могу все еще выбрать играть только за одного игрока? По-прежнему пока играем за команду. Мюллер на Хантера. Алекс Хантер на скорости. Убирает на замахе и в дальник лади. Но тут Джи-Джи Буфон. Мы, кстати, во втором составе играем, ребят. С Мюллером почему-то. Ну ладно, допустим. Так, Томас, давай. На опережение. Ух, чуть выше. Могли забивать спокойно. Ну и нам забивает Кавани, ребят, да. Забивает нам Кавани. И не смог я удержать там оборону. Да, против основы ПСЖ, конечно, за вторую команду на Легенде играть. Такое себе удовольствие. Ну и, собственно, мы сразу. Не сразу, но пропустили. Был момент у Хантера. Такой полу. Он его не реализовал. Вообще он странно смещается на левый край почему-то в оборону. Мне это непонятно, почему так. Учитывая, что он ЦАП у нас. Вообще не особо должен возвращаться назад. И второй мяч. Вы смотрите, Мбаппе. Закинул нам закидушку. Зашил этот голкипером. Окей. Окей. Вот это начало. Сейчас нас посадят за пас, блин, после такого матча. Ну вообще, хорошо, что я в центре поля играю. Ну и Хантер, я имею в виду, позицию у нас ненападающей. Нападение сейчас у ПСЖ, конечно, очень-очень мощное. И Хантер, вот еще один момент. Ну Буфон, Буфон тащит. Буфон тащит. Я говорю, еще в этой ФИФА к ударам нужно привыкать и привыкать. Ну, как сыграли, так сыграли, что тут скажешь. Проявить себя Хантеру не удалось. Но мы в основе остались. Это главное. Сыграли на оценку 6,8. Почему у нас выпустил тренер-то со вторым составом, я не понимаю. Странно это все. Ой, роскошь. Эти суперагенты все как один. На все готовы ради победы. Давай, дадим ей шанс, да? Окей. Алекс, рада, что вы пришли. Мисс Вилла Беа. Это мой агент, Майкл. Мистер Тейлор, основатель восходящих звезд. Давно слежу за вашей работой. Вы умеете искать таланты. Рада с вами познакомиться. Здесь подают совершенно бесподобные гребешки. Рекомендую. Может, приступим к делу? Ну, конечно. Алекс, я уверена, мистер Тейлор вам уже говорил. В карьере игрока настает момент, когда он выходит за рамки привычного спорта. И футболист становится брендом. Как Криштиану Роналду и CR7. И это возможно только, если у вас есть команда, как на поле, так и в НИИ. Да, у Алекса уже есть команда. Один человек – это не команда, мистер Тейлор. Чтобы выжать максимум из своей карьеры, Алексу нужна группа профессионалов за спиной. Не всем нашим клиентам мы предлагаем подобные услуги. Только особенным. Алекс, наша команда вела новые партнеры и может дать вам шанс стать чем-то большим, чем просто футболистом. В смысле? Роботом с долларами в глазах? Умиром, мистер Тейлор. Алекс, у вас есть время все обдумать. Я понимаю, это серьезное решение. И мне нужно ответить на звонок, простите. Макс? Да, я сейчас с ним. Как там дела на съемках, Серхио? Прекрасно. Похоже, она свое дело знает. Майкл, у меня будет бренд. Что? Я не вчера родился, и рейдерский захват узнаю сразу. Ты о чем вообще? Беатрис Виланова никогда не делит клиентов ни с кем. Мне сейчас предложили гребешков и капсулу с ядом. Слушай, трансфер газа, помнишь? А Маркуса Демару, который проводил сделку, типичный супераген, да? Ну, конечно. Так вот, запомни, второй раз я на это не клюну, Алекс. Или она, или я. Сказать Майклу, как все будет. Это последняя капля. Пора выходить на новый уровень. Короче, тут нам не дают выбрать, чтобы остаться с ним. Мы идем с Беатрис Вилановой в Реал Мадрид. Пора выходить на новый уровень. Хотя, ребят, ПСЖ по составу не хуже Мадрида. Но, по достижениям. Все-таки три лиги чемпионов подряд. Ее предложение. Ради него тебе придется очень многим пожертвовать. Будь к этому готов. Начинать заново всегда трудно. Но, иногда, нужно забыть о прошлом и уверенно посмотреть в будущее. Да? Ну, короче говоря, у Алекса Хантера теперь, можно сказать, новый агент. Что-то жалко мне стало этого нашего старого агента. Из Дэнни у него как-то не клеится. И с Хантером сейчас тоже так себе. Походу, сейчас вообще работать не станет. А мы, я помню, в 18 фифа могли его вообще отстранить от дела. Еще тогда. Ну, что ж, я футболист. Да. Я один из лучших игроков в мире. Пожалуй. Ага, так-так, я султан Тереступов к Криштиану Роналду. Ну, разве что в мечтах. Легко. Алекс Хантер. Да-да-да, мечтай, чувак, мечтай. Вот вздуем тебя в Токио и посмотрим, как ты запоешь. Держи себя в руках, ты же знаешь, это наш трофей. О, посмотрим, посмотрим. Конечно, посмотрим. Значит, план работает, Алекс. Отец говорит, и Настину бросалась, пока ждала новостей о составе сборной. А, да, папа, план работал, пока ты о нем не вспомнил. Ну что, пап, на полуфиналы придешь? А твой старший брат тоже замуда? Работа скаута не заканчивается. Мой брат что-то с чем-то, это точно. Вы поэтому больше не общаетесь? А, ага, наверное. Таким нам с тобой нужно двигать. Надо попробовать поспать, я еще к местному времени не привык. Вам бы, парни, тоже отдохнуть. Впереди серьезные матчи. В смысле, не общаемся? Что случилось? Вдвоем ставки? Да. Хорошо. Погнали. Я знаменитость? И мы вообще, кстати, брата не знали, еще до не увидимся, да? Его же не было еще вообще в истории. Вот, я думаю, сейчас и узнаем, и какая-то тема с ним тоже пойдет. Вот такое было собрание, короче, всей семьи и друга семьи Дэнни Уильямса. Ну да, и в Токио у нас будет предсезонный турнир, где будет участвовать и PSG, и Ливерпуль. Но это будет уже в следующей серии. Завтра, ребят, завтра будет уже марафон. Так что приготовьте свои лайки. Приготовьте расчехлять свои лайкометы. Ну и, конечно, пишите комментарии, как вам начало нового сезона FIFA 19 и режима истории. Ну, такое, неоднозначное пока, согласитесь, да? Ну и русская озвучка. Вот этого я вообще не ожидал. Спасибо вам еще раз за внимание. Всем пока.